Что в России активно внедряют Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, в русском стандарте наше решение. Что в принципе скрыто за самим ПФМ. С одной стороны на фронте для клиента это простой подсказчик, что происходит с деньгами клиента и что нужно делать. Это ключевой момент, то есть нужно подсказать клиенту, куда нужно правильно вкладывать деньги, что делать с расходами и так далее. А второй момент на БЭКе это стоит таргетинг. В данном случае у нас порядка 90 показателей, мы в онлайне считаем, что происходит у клиента с финансами, как он себя ведет, куда у него улучшается финансовое состояние, ухудшается и так далее. Часто его покупки и все прочее. Мы это смотрим онлайне и соответственно модуль рекламы и модуль коммерческих предложений от партнеров на это заточен. Соответственно мы видим конверсию, фактически мы превращаем онлайн-банк в такой интернет-магазин. То есть интернет-магазин условно говоря через поиск. То есть клиент как раньше в гугле что-то ищет и ему идет реклама, подсказывает его поиск. В данном случае клиент заходит в ДГО или в интернет-банк, в мобильный банк, а система анализирует и ему как раз на его же вопрос отвечает коммерческим предложениям от банка или от его партнеров. Что очень важно, потому что задача банка зарабатывать на непроцентных доходах, потому что транзакции скоро будут бесплатные. Все будут пытаться проводить бесплатно переводы и так далее для того, чтобы удержать внимание клиента. Поэтому нужно зарабатывать на чем-то еще. На чем еще можно зарабатывать? На решении проблем клиента, связанных со сложными продуктами. Но сложный продукт нужно продавать легко. Вот для этого есть таргетинг и есть коммерческие предложения. Что мы видим по внедрению? Внедрение в внедрение рознь и ключевой момент то, что есть просто внедрение, когда что-то прикрутили, но не подумали о вот этом таргетинге и встраивании вот этой красивой истории, что клиент пришел, ему рассказали, что нужно делать, его втянули в какую-то историю по улучшению финансов, он на это отвечает, двигается и так далее. Либо просто PFM, который нарисовал так называемый круг, диаграмму. Видим, что проникновение в тех системах, которые именно были продуманы с таргетингом, гораздо выше. То есть это 60% онлайн-пользователей переходят в пользователей PFM-сервис, встроенного в интернет-банк. А что нельзя сказать про обычное внедрение, в России это сейчас 6-10% обычного внедрения. И самое главное, что здесь 60% и стремится к 100%. То есть через какое-то время пользователь по-другому не воспринимает онлайн-банк как финансового помощника. А что это дает эту банку? На самом деле это дает количество сеансов. Если в интернет-банк клиент входит 5-10 раз в месяц, то в PFM клиент входит практически один раз в день точно. Дальше. Как работают кросс-продажи в автомате? То есть у нас есть там система целей, но цели автоматически рассчитывают не только, сколько нужно накопить или сколько нужно таких долгов, но и отслеживают состояние текущих накоплений. Поэтому вовремя говорят, сколько нужно, как нужно накопить, сохраняя темп. Что во многих банках это не делается. То есть там простой калькулятор и так далее. А соответственно, на эту историю подвязывается история накопления. Допустим, он накопил на 20%, это уже первоначальный взнос. То есть уже можно об этом говорить клиенту, уже можно ему показать какое-то финансовое предложение, которое уже работает от накопительного взноса 20% и так далее. То есть вы можете клиента вести, он копит на машину или на квартиру, вести его гораздо раньше, чем он созреет до платежа или созреет до взятия кредита. Вы можете его ввести раньше, можете с ним работать раньше. И это автоматически. То есть не нужно никаких ни консультантов, ни маркингового какого-то большого расширения отдела. То есть есть только аналитики, которые играют, условно говоря, в эту игру. Он ставит определенные фишечки и смотрит конверсию. То есть работают с интернет-магазином. Что значит о лояльности ЛТВ? Фактически мы видим, что клиент, который подсел на ПФМ, он становится очень лояльным. То, что мы видим и по своему сервису. У нас есть клиент уже 4-5 лет в нашем сервисе и так далее. Готовый платить уже на продъем тарифа на 2 года вперед со скидками, они это покупают. Потому что здесь вся история, здесь все очень понятно, прозрачно. И здесь, в принципе, он подгружает не только данные одного банка, он подгружает все данные.